Сегодня в актовом зале администрации прошло первое в этом году аппаратное совещание, которое ввел глава муниципального образования Хаса-Юртовский район Джамбла Шапиевит Салау. Открывая совещание, Джамбла Шапиевич коротко остановился на результатах истекшего года. Они положительные. Глава района указал руководителям соответствующих служб по улучшению сбора налогов и обратил внимание начальников отдела по снабжению сайтов Рия-Дагестан и администрации Хаса-Юртовского района информацией. Уважаемые коллеги, я думаю, рабочий год уже у нас начался вчерашнего дня. Сегодня у нас первое аппаратное совещание. Прошедший год, 15-й, все показатели тоже узнаете. Очень успешно мы год тоже закрыли. Начался новый год, 16-й год. Но план работы, я думаю, у всех есть. Все ознакомлены планом работы на текущий год. Есть, конечно, у нас и потенциал, конечно, огромный, который мы должны довести. И даже никаких сомнений тоже нет. Потому что мы, конечно, когда ведем. И есть проекты, которые у нас начаты, которые мы хотим в этом году завершить. И несколько таких хороших торжественных праздничных мероприятий, как хотим сделать. Это дошкольного образования, то, что касается среднего образования. Объекты наши, строящиеся. Поэтому, я думаю, все вместе в этом текущем году, я думаю, это тоже доведем. Изменения у нас есть и в аппарате администрации. Мурат Ажигиревич, наш коллега, заместитель главы администрации, он перешел на свою старую работу, ветеринарную службу вчерашнего дня. Он тоже там руководитель, ветслужбы нашего района. В доме седем главы администрации вчерашнего дня у нас наш коллега, который постоянно с нами работает, Нурлай Гасанович Макузолеев. Прошу любить. Поздравляем мы тебя. Мы желаем во благо района. Конечно, молодежь, но работаем. В этом году, даже по сравнению с 2014 годом, за 2015 год у нас почти все графы за 100% идут. У нас единственное за 2014 год, на 2015 году мы когда обсуждали, по-моему, миненка у нас там. Миненка, да. В 2019-2019, где-то мы отставали, а остальные. Хорошо, молодцы. По неформальной занятости. Последний месяц, что мы поработали, уважаемые коллеги, то, что у нас в 16,9, да, так говорит, речь было, вот когда мы начали вот эту работу. А, по неформальной занятости, 16% было. В 16,9 было, да, где-то 17%. Вы видите, в 2-3 недели ребята поработали, вот, на течение месяца. Довели до 81%. Да, и через пенсионный фонд она прошла, где-то 62%, которые с НИЛС получили. Это огромная работа. Я же говорю, там просто надо технические моменты вот эти изучить, вот как нужно именно вот процедурить эту работу. Вот такие результаты были. Тем более, это мы работу почти сделали, можно сказать, в течение месяца. Потому что у нас 81%, который мы уже выделили и успели с ними заключить трудовые договоры, которые именно прошли через пенсионный фонд. это уже 62%. Это 2006 человек. Есть плана 3219. А вот с этим планом, как говорится, у нас на, сейчас уже Новый год. 3219, да, да. Это 15-й год. Да, 15-й год. Которые они нам снизили из 5900. Да, да, вот сейчас на 16-й год, они нам, значит, на 16-й год нам доведут до конца месяца. Примерно ли вы ученицы уже? Ну, я думаю, больше этого не должно быть. Не, ну, да, чтобы мы так не думали, лучше нам не думали. Да, да, я узнаю, да, вот. Может заранее, вот, или вы, или вот Олимпо-жаппрово-экономику, про экономику, что выехать, Минэкономики, там, кто именно эвакурирует. Созвонит, мы все рассказали. Специалистам заранее надо отсудить, чтобы нам такой огромный потенциал, чтобы нам не работать этими цифрами. Поэтому заранее нужно, мы должны предварительные цифры знать. Среди массовой информации. Мы вышли по республике на второе место. Ну, у нас параллельно идет с Казбековским районом. 364 информации у нас, потому что модельный за год. Вчерашнего дня начали эту работу тоже мы так же. За вчерашний день тоже две информации, да. Вот еще раз хочу предупредить всех начальников управления, подразделений. Это вот основные показатели нашей работы и основные направления. Вот это основная наша деятельность. Не забывайте вот это все. Первые три месяца вот как бы мы так отставались. Ну да, потому что у нас особо так это не требуется. Потом, когда водились наши показатели, да, наши работы, когда графу включили, Среди массовой информации поехали, нам пришлось за этим плотно уже заниматься. И мы сейчас вот в прошлый год дошли до второго места. Тяжело было, чем вот с начала года заниматься и быть в первых рядах. О проводимых работах в администрации и участии руководителей структурного подразделения на различных мероприятиях республиканского и районного масштабов доложил Мустим Али Султан, управляющий делами администрации. На период январских выходных было организовано круглосуточное дежурство в здании администрации и муниципального образования. Были определены 21 ответственных работника аппарата администрации на сутки по два человека с 31 декабря 2015 года по 11 января 2016 года. Дежурные ежедневно два раза в день до 12 и 16 часов докладывали об обстановке в районе ответственным работникам администрации главы правительства республики и дежурство прошло без происшествий. 12 января 2016 года состоится плановое совещание активного района по вопросу 1. о работе муниципального отдела архива по соблюдению норм в своевременной архивации документов в муниципальном образовании в Советский район за 2015 год. 2. о работе административной комиссии администрации муниципального района за 2015 год. И третьим вопросом будет обсуждаться вопрос о ходе выполнения планов по актуализации земельных участков, оформления государственной кадастровой недвижимости и введения по хозяйственному учету поселения в муниципальном образовании в электронном виде по программе ПАРУС. Практически все материалы, подготовленные, Джану Чирпич, мы сегодня вам предоставим. Выпавший снег и дождь положительно повлияют на урожайность озимых, сообщает из заметной резьбею начальник управления сельского хозяйства. Прошедшие снега и дождь положительно влияют на состояние озимых культур, сейчас они хорошие у нас в состоянии. Сейчас управление сельского хозяйства занимаемся годовыми отчетами, получили бланки, сделаем запрос налоговой инспекции по задолженности в сепоспредприятии и начинаем со следующей недели. То, что мы с вами обсуждали, и как положено, и по животноводству, и по молоку, какие у нас графы отставали, чтобы поэтому тоже, чтобы мы были лидерами службы, где у нас и возможности есть, и потенциал есть, и то, что даже мы не говорим перевоздущиков, они у нас реально есть. Просто многие наши, да, вот они на ходу учет не становятся, население. Надо результаты, результаты, хорошо? У нас-то во многих направлениях там хорошо все идет, поэтому вот дерьмо отстает, мы должны там нажать, а там мне вот Шамиль Сапака постоянно звонит, говорит, вот у тебя, в этом, в этом, в первых местах, а там уже не ускоро там перечень, а в этом, говорит, вы отстаете. Поэтому, чтобы мы не отставали, вот даже вот на последний форум, они готовили наших ребят, там кого-то на поощрение, на американские поощрения, кого-то там, к каким-то наградам. Подводились итоги 2015 года и в районном управлении образования, информирует Абдула-Абдулаев, начальник данной службы. У нас состоялось вчера тоже первое совещание актива управления образования, где обсуждали вопросы, итоги прошлого года, в плане на этот год. Итоги были неплохие. Еще раз хочу повторить, отметили нас так, как мы дошкольный образовательный стандарт, единственный судьбе Дагестана имеет 100% охват и так далее. Многие показатели, которые мы вышли в этом году на передовое место. Также, к зимней каникулы, сегодня, вчера начался учебный процесс образования. Отопительный как? Нормально. Нету коллапса в нигде? Никаких вопросов нету. Все, во всех областных учреждениях были организованы дежурства, период зимних каникул. Как положено, все школы, садики, все открылись, как положено. Глава района поручил Абдула Абдулаеву заниматься проблемами отреставрированного садика в селе Нитут-Рубикала, открытие которого планируется в ближайшие недели. Там сказали, вот, в республике первым получите вылетензию. А я там показал. Ну, на неделю, обещали. За праздничные дни особых происшествий не было, докладывает Кавсарас Шуаибова, замглавного врача центральной районной поликлиники. Праздничные дни, которые не прошли спокойно, происшествий за неделю, за праздничные дни не было курирования. Все курировщие заместители дежурили по графику в центральной районной поликлинике, помимо их еще медицинские сестры и врачи. Зарплату за декабрь месяц выплатили всем медицинскому, долгов нету, и это самое, все, налоги, все выплатили. Готовимся к второму этапу сдачи годовых отчетов. Второй этап у нас начинается 15-го числа. Первый этап сдали. Все программы госгарантии мы выполнили. Все, что это самое перед нами было поставлено на 15-й год. Надеемся, это отчеты тоже. Надеемся, что мы успешны. Хорошо. Сдана база за 2015 год и по управлению социальной защитой населения. Ждем поступления в выплат по некоторым категориям граждан, информирует Махнебек Махнебеков, заместитель начальника управления социальной защитой населения. За 2015 год мы тоже также сдали базу и сдали отчеты в Минтруду. За 2015 год у нас по федеральным категориям 100% оплата и по МДС по ноябрь месяц тоже 100% оплата. По остальным видам выплат, к сожалению, нет, ждем финансирования. Также у нас сейчас в ближайшие дни проводится работа по предоставлению списка «Нуждаешься в улучшении жилья» в Минтрут. Мы сейчас составляем список и учетные дела, их представим вам в администрацию. И после этого, к 1 февраля, должны представить Минтрут. Эту работу тоже проделаем. Также поступили персональные поздравления от президента Российской Федерации к юбилярам, проживающим в районе. В количестве четырех штук, что тоже на этой неделе с представителями администрации выйдем, поздравим их и такого рода работу проведем. А так работаем в обученном режиме. Во всех домах культуры и школах при участии работников управления культуры прошли утренники, посвященные к Новому году, говорит Идрисзак, начальник управления культуры, информационной политики и религии. В эти дни идет подготовка к проведению мероприятий, посвященные трагической дате 20-летия первомайских событий. В сельских домах культуры прошли детские утренники, посвященные Новому году. Все во всех на своем правиле и очень довольны остались. И в настоящее время мы занимаемся тестовыми отчетами, стат-отчетами, годовыми отчетами. И также занимаемся в настоящее время планом работы на 2016 год. И также по поручению вашим занимаемся оптимизацией. И в ближайшее время мы хотим собрать уже наш общий коллектив. И там будем уже ставить цель, задачи, над этим работаем. В ближайшее время 20-летию первомайских событий и кризлях событий будут проведены мероприятия. В пятом ближайшее время мероприятия проведем мы, посвященные к этому трагическим событиям. Какого заплатим выкидываться? 18-го понедельника. 14-го. У нас будут круглые столы, тематические вечера, мы к этому готовимся. Вот этим трагическим событием, что будет в городе Кизляр и в селе Первомайское, наш район. Поэтому и в республике они 18-го, и на 20-го, он 3 дня объявлен как днями траура по этим трагическим событиям. И мы в районе тоже будем проводить в нашем центре досуга мероприятие проведем, посвященном к этому траурному дню, к этому трагическому дню. Это 18-го мы вчера в комитете тоже собирали. Это 18-го, 14-го. Ну, остальные поручения, конечно, все получите. Да, кому какая ответственность. Хасаевский район по организации спортивных мероприятий занимает первое место в республике и в тройке призеров по работе с молодежью. Об этом сообщил Ахмед Исаков, руководитель данной службы. 2015 год. Показатель у нас, что по Минспорту, по ДМС, конечно, самые высокие. И впервые тоже по Министерству по делам молодежи, то есть самые высокие. И район награжден дипломом за высокий уровень реализации молодежной политики. У нас, как помимо молодежи, первые тройки местные, признали тройку самых лучших по республике Истанка. Да, он первый, второй, третий не определяется. Обычно бывает первая тройка. Да, да. Образованный район награжден дипломом первой степени. Начался 2016 год. Уже новое случаем тренажные занятия во всех спортивных школах. Все приведено в рамки, как сказано, вами, штатной армии. И, конечно, это касается многих-многих, конечно, и семей, и карты, и что-то. Но оптимизацию мы обязаны проводить. Почему? Потому что по официальным расчетным цифрам, которые дает Минфин, и на умение на образование, на 60 учеников, я имею в виду, которые учениками, я считаю, и те, которые занимаются спортом. На 60 учеников, которые занимаются спортом, дается один тренер. У нас на 22-23 тысяч учеников, каждый восьмый считается, что он занимается спортом, в пресс-конфедерации. Поэтому есть 3375 детишек, которые спортом занимаются в районе. Это когда дети на 60, получается 56 тренеров. Поэтому хотим, не хотим, но мы, конечно, не объясним, что Дагестан другая республика, там район, у нас каждый второй спортсмен, как-то, что-то. Хотя он на самом деле около 7 тысяч спортсменов в районе. 6600 у нас есть по последней нашей цифре. Также о работе в своих отделах доложили Тулпарна Лебеев, Самир Матиев, начальник отдела архитектуры градостроительства ЖКХ, Резван Арсаев, ведущий специалист данного отдела, Магомед Покруденов, начальник абонентной службы «Энергосбыт», Буша Алимагомаев, начальник финансового управления и другие. Гирей Гиреев, начальник полиции отдела МВД по Хазарьковскому району доложил о кремлогенной обстановке с начала текущего года. В следующей неделе зарегистрировано и раскрыто два представления. Составлено 90 административных подоколов. В общем, Новый год и праздничные выходные прошли спокойно. Это главный, Александр Аганович, праздничные мероприятия. У нас действительно прошли без всяких обволнений. Даже из малейшего такого, я имею в виду нарушение такого. Молодцы, это, конечно, совместная работа, конечно, всех подразделений. И в основном, я ярко подчеркиваю вашу работу. Молодцы, спасибо. Исрабил Давуд Гаджи, ведущий специалист управления культурой, национальной политикой и религии, рассказал о преимуществе месяца Рабиев Ауал. Хвала Аллаху, что нас изделал Аллах, признающий Ислам. Это очень большое счастье наше. Еще раз хвала Всевышнему Аллаху, который дал нам возможность радоваться, встречать и Новый год, 16-й, продлил нам жизни. Я очень хочу подчеркнуть, что этот год совпало с началом месяца Рабиев Ауал, где родился наш пророк Мухаммад. Очень много хороших мероприятий в районе провел, Мажлицы, Мавлиды. Есть надежда, что барракад этих дней достанется всем последующим месяцем этого года. Вчера, как бы заключительным, мы были в Чич-Али, мероприятия провел в школе, школьники, журналы, села. Они видят, помнят, ваше представленное внимание ко всем вопросам, поэтому они просили передать вам самый красивый ислам привет. Саламалайбху-рахматаллаху-баракадуру. И самые лучшие пожелания не буду перечислять. Все всем на месте. Работа в этом направлении, конечно, делает. Четвертое число, которое мы наметили мероприятие, прошло. Очень красиво. Конкурс. На конкурсе 10 участников района, и сейчас участников города призовые места. Иншаллах, будем продолжать. В этом же духе. Дай Аллах нам, чтобы... Спасибо. ...счастливым шафаатом пророка Мухаммада, саллаху-аллаху-аллаху-аллаху-саламу. И барракад его последователям берем бы нас всех, от всех бедных счастлив. Аминь. Аль-Хаммилля, Раби-Аляминь. Ну, всем желаем, конечно, в этом году успешной работы. Всего хорошего, всем желаю. Спасибо. На этом и завершилось обратное совещание, которое прошло сегодня, 12 января.